Всем привет! Я из Кореи, меня зовут Наталья. И сегодня я буду кушать кукси. Кукси на бульоне. Приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Подписывайтесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Приятного аппетита! Жека, оказывается, покушал. А я думала, он будет сями. Я приготовлю все для сями. И сделала пусан, сварила свинину в соусе. И думала нарезать, там, кашку. А он, оказывается, уже покушал. А мне что-то захотелось. Кукси. Кукси уже был. Недавно. Но что-то мне в последнее время... Вроде холодно, а мне, наоборот, хочется кукси. И кукси постоянно кушать. Но это все равно кукси на бульоне. Я сварила бульон из окорочки. Мясо разделала. И вот такой у меня получился кукси. В этот раз я сделала кодича. Это перец. Лену горько. А это перчик маринованный в корейском соусе. Я заказала в Купанге. Я вообще очень люблю острое. Острое тоже полезно для роста волос. Сегодня вообще очень голодная. Потому что у нас на обед или на работе давали такую фигню. Рыбу. Ой, не рыбу. Жареные котлеты из рыбы. В принципе, они вкусные. Но они зачем-то их пожарили в зонючем масле. В общем, масло было какого-то старое. Если котлеты испорченные. Ну, не испорченные из-за запаха. Так, здесь у меня лук. Тоже я в Купанге заказала. Вообще, у меня много видео с луком. Потому что мы его любим. А тут у меня чимчи. Несколько вкусно. Я беру потом этот чимчи. Этот лук. Этот перчик. И жарю. Получается вообще бомба. Вкуснота. Водичка сегодня у меня. Сегодня работала и вспоминала кое-какие моменты, когда я работала здесь, в Корее, до этого завода. Раньше. Как-то в Корее я работала на цветах. В Корее очень любят цветы. Домашние. Здесь, когда открывают какие-то кафе, рестораны, еще кофейни. Ну, в общем, когда кто-то открывает какое-то учреждение, обязательно кафе, они отправляют в подарок цветы. В горшках. То есть, это могут быть очень разные цветы. Могут быть деревья даже. Стоят они, кстати, совсем не дешево. такие деревья. А также венки дарят. Обычно у нас такие венки на похоронах, а у них такие венки на праздниках. вот я работала одних из таких, как цветочный магазин можно назвать. просто у нас это был не магазин, это был хаур. Потому что я жила в городе Чонжо. и в этом городе этот цветочный магазин был один из самых больших магазинов. Все маленькие магазины приходили туда и закупались оптом. То есть, они работали и оптом, и в розницу. в неделю два раза хозяин ездил в Сеул. В Сеуле есть оптовый рынок закупаться. То есть, такие розочки, букеты мы не делали. Мы только занимались деревьями всякими для огорода вот эти. Такими вещами мы занимались. Значит, и когда я устроилась туда работать, там работала семья, получается, муж с женой. еще один дядька на развозке, который развозил заказы. Ну, периодически эта позиция менялась. Я еще одна женщина. Женщина, позиция женщины тоже периодически менялась, потому что не все могли сработаться с хозяином. Хозяин был такой странным слегка. Он не был плохим, но с характером не каждый мог с ним. Я с ним как-то сработалась, он меня любил. Их семья относилась ко мне как к своей. он говорил мне дочка, дочка, ты мне как дочь. вот. И когда я там работала, мы работали, подружились, и все нормально. А у них они любят в Корее делать хесики. Хесик это корпоратив. А он все говорит, давай пойдем на корпоратив. А я не люблю, ну что мне с ними делать-то, господи. Я как-то раз отказалась, два отказалась. Потом уже неудобно, думаю, ладно, один раз схожу, потом не буду. И тут мы, значит, заканчиваем, я работала до шести, а они работали до семи, начала восьмого. Но из-за меня они говорят, ну, типа, до половины поработаем, типа, а потом пойдем кушать. Я говорю, ну, ладно. Я, значит, жду, мы все закрываем, там, двери, все ворота, все закрываем. Вот сейчас, говорит, еще один мужчина придет, говорит, типа, наш. Я говорю, а, ну, ладно. Пришел мужчина, значит, все, они закрывают ворота. Я так думаю, сейчас, он говорит, сейчас подожди чуть-чуть. Не, ну, ладно. Они заходят в офис, он меня познакомит с ним, садись, говорит, сейчас. Тут, значит, они достают Библию, этот начинает читать Библию, они начинают молиться. Такой, думаю, господи. Я, конечно, ничего против этого не имею, но как-то этот выглядело немножко как будто какая-то сектантская это. Это как потихонечку встало, я говорю, я вас вон там подожду. еще полчаса они помолились, и потом мы поехали. Приехали в фектант, там они опять продолжили свои молитвы, я думаю, господи, зачем они меня позвали. Я быстро поела, я говорю, а я на тот момент корейский еще не так хорошо знала. Я говорю, можно я уже пойду? Мне домой надо. И ушла. Ну, кстати, после этого были еще другие фесики вместе с этими хозяевами, но больше они никогда не молились и не звали этого пастыря. Они наоборот там и пили, и весело гуляли. Я не знаю, почему именно в тот день они хотели это. Но у них верующая была самонюха хозяйка. Она, видать, хотела как-то меня, наверное, свозь. Она любит же здесь все, кто свою подбирать. вот. Потом устроился, устроилась в это место его дочка старшая. она пришла, на нее посмотришь, не скажешь, что это девочка. вот мальчик мальчиком. Они мне начали рассказывать, что вот из-за свекрови бабушки у нее стресс разделся и она стала как мальчик. Я думаю, ну ладно, а мы подружились как-то с этой девочкой. она была молоденькой и было она только старшую школу закончила. 21. Она с подружкой приходила работать. А подружка такая девочка. Они прям такие близкие. Все обнимаются. ну а в Корее они любят обниматься там трогать друг друга. То есть у мальчиков даже они задницу любят вот это хватать. Мальчиков мальчиков причем здесь это нормально. Начальник может тебя там по заднице ударить. Именно не девочку а именно мальчика. вот и они начали мне рассказывать свои истории. У нее была вся рука кассы в татуировке она постоянно одевала на рукавнике. И из-за того что мы подружились она начала мне показ. родители ничего не говорят они не знают я говорю а как вы вместе живете что летом не видят вот нет сюда в длинный хожу думаю надо же а потом в итоге как оказалось оказывается это девочка с девочкой они обе как вы думаете что наверное вы уже догадались они были парой в общем дочка хозяина была нетрадиционной ориентации то есть они знали вот ее подругушку считали вот как тоже своей дочерью и при этом ни слухом ни духом они даже не подозревали по итогу потом она уже из-за того что закончила старшую школу как самостоятельную жизнь перешла она решила переехать из родительского дома переехала отдельно вместе с подружкой родители это норма по итогу потом она ушла не поругайся с матерью как-то поругайся из-за подружки подружка работать не хотела а зарплату получала и хозяйка на нее начала наезжать до она жаловала своей второй половинке я начал ругать с матерью по по итогу по итогу потом обе уволились они помирились потом с матерью но отношения не разорвали причем она делилась со мной что вот и и были 5 отношения вот так что всяком разно можно увидеть здесь много интересных случаев у меня было на работе это вот один из она еще рассказывала что их общие друзья то есть там есть еще такие же хотел быть мальчиком именно и одна стала принимать препараты так из-за этих препаратов у нее началась такая побочка она полвисела похудела заболела короче чуть ли там не приснется страшно конечно когда это все имеет такие последствия а так семья была неплохая правда потом мы тоже наши пути разошлись на не очень благоприятной ноте но об этом я расскажу как-нибудь следующий раз он было вкусно я наелась и спасибо что досмотрели мои видео забудьте поставить лайк и подписаться всем пока